Шёпотом лучше, чем про себя. Можно молиться так, чтобы вообще никто не услышал, но ты должен слышать сам себя, иначе это уже не молитва. Ваш вопрос? В наушниках слушать можно. Смотрите, когда в левом ухе слушаешь, то ты получаешь связь с любовью Бога. Если ты сильный, уже развитый, ты можешь в левом ухе слушать. А если ты в правом ухе слушаешь молитву, ты получаешь силу победы над судьбой. Правое ухо даёт силу, а лево — любовь. А если в обоих, то ты тогда себя не будешь слышать уже. Надо только в одном слушать. В одним ты себя слушаешь, а другим слушаешь того, кто молится с тобой вместе. Да? Чёткий держишь правой рукой, а левой — мудрый делаешь. Можно так делать, да? Как? Всю молитву правой держишь чёткий, а левой — мудрый. А как чёткий перебирать в каждой вере по-своему? Кто-то в эту сторону перебирает, а кто-то в эту. Надо узнать в своей вере, как у вас перебирать. Кто-то на этом пальце перебирает, а кто-то на этом. Тоже надо узнать. Делать так, как у вас в вере, ничего не менять. Ваш вопрос сзади, девушка. Это очень сильное воздействие. Это умножается многократно, и поэтому у меня были колоссальные случаи, просто когда на фестивале «Благость» один раз, в этом году, вот последний раз, мы целый час повторяли громко «Я желаю всем счастья», у одного мужика, ну такой серьёзный бизнесмен, начальник, у него, его должны были в тюрьму посадить. И через два часа после того, как мы повторяли, ему тюрьму отменили. Мы позвонили, сказали, всё, тебя сажать не будем. Но он ещё поменял своё представление, он раскаялся, он как поменялся, он перестал думать, что он так будет делать. И всё, у него поменялась ситуация полностью. Это благодаря молитве произошло. Много интересных случаев у меня есть. Один раз мы учились, просто у нас целый семинар был посвящён обучению молитве. Это было в Питере. И один мужчина пришёл вообще первый раз на лекцию, он посидел, послушал, говорит, ну я хочу попробовать. И мы выводили людей на сцену. И все громко повторяли «Я желаю всем счастья» и отдавали ему, чтобы ему лучше было, не себе, а ему. Когда другому отдаёшь, всегда тебе лучше будет. И все отдавали ему, а он отдавал всему залу. И так несколько человек стояло. И когда он пришёл, а у него мама, она лежала и не говорила, и не ела, и не пила уже, она присмерки была. И уже несколько недель она так лежала. Когда он пришёл домой, она села, начала кушать, и у неё румянец пошёл по лицу. И он пришёл на следующий день обалдевший и начал рассказывать об этом, что «Я работа, система». Конечно, там же сколько, вот смотрите, у нас там 700 человек вместе повторяют «Я желаю всем счастья». И ещё все клубы «Благость» повторяют одновременно. Представьте, сколько там силы одновременно. Несколько тысяч человек повторяют. Конечно, силу даёт. Молитву даже полураза достаточно. «Господи» и достаточно. Для начала. Можно даже вот «Господи, помилуй меня» и достаточно. Всё. И уже достаточно для начала. Потом один раз уже прочитали хорошо, потом два, потом три. А потом вот я уже сейчас повторяю два часа в день. И сколько там много получается, я уже не считаю. Тоже хорошо. Всё зависит от потребности. А на ночь и на ночь? На ночь лучше почитать что-то о Боге. Можно по псалмы там и так далее. Это молитвы, дающие человеку представление о духовной жизни, вдохновляющие его. Но читать молитву «Побеждающую судьбу» лучше только с утра. Четырёх до шести — это супер лучший вариант. Но если в любое время с утра у вас получится, и слава Богу. А молитвы можно менять? Очень много. Лучше не менять. Повторять одну, бить в одну точку всё время. И выбрать самую сильную молитву, самую лучшую. Не менять долго-долго, много лет. Потому что чем больше вы её повторяете, тем глубже вы пробиваете судьбу. А если вы поменялись, всё заново надо начинать. Это как жену не надо менять. Жену, страну, веру и молитву менять не надо. Иначе будут проблемы. Я не скажу. Потому что с этим вопросом вы должны обратиться к мудрецу из православной веры. Потому что я, ну как бы, не православной традицией говорить что-то о православии, для меня это вообще кощунство. Потому что я не специалист. Поэтому зайдите в храм православный, спросите у батюшки, которому вы доверяете. И он вам скажет, какая молитва самая сильная. Несомненно. Хорошо? А я считаю, что лучше не выпендриваться. И если ты в какой-то вере не находишься, ничего не надо говорить об этой вере вообще. Иначе это просто конкретное просто бахвальство. Да? Да? Но поймите, что вы просто думаете о Боге, прославляете Его. И вы поймите, что вы знаете точно, что это вот для этого человека. Всё, Бог тоже знает. У вас есть сомнения какие-то? Да, он вообще не просто хотела. Потому что, например, человек такая. Он знает всё, знает. Вы понимаете, что он знает? Ну всё, тогда не бойтесь. Просто думайте о нём, отвлекитесь от больного. Одна женщина вот буквально в Новосибирске недавно подошла ко мне с глазами, с полным слёз. Говорит, Олег Геннадьевич, три года молюсь за сына. Никакого сдвига. Почему вы нас обманываете? Что молитва так сильно помогает. Я сразу ей задал вопрос. Говорю, вы когда молитесь, думаете о Боге или о сыне? Она говорит, я думаю о сыне. И это значит, что Бог туда не заходит. Всё, точка. Нужен пример какой-то, тогда всё понятно с тобой. С три года будешь зря просто время тратить. А если ты забыла про сына и думаешь о Боге, прославляешь его, и благодать Божия пошла, знаешь, что в это время сыну будет супер, как помогать. Потому что ты же знаешь, зачем ты молишься. Тебе нужно вот это. Бог тоже знает. Ну, последний вопрос, и мы сейчас будем, я желаю всем счастья. Ком в горле. Ком в горле. Ком в горле, это значит, что у вас неправильно работает система. Вы очень сильно напрягаете звук, голос. Я желаю всем счастья. А надо. Я желаю всем счастья. Звук должен идти в сердце, а не в горло. Горло означает эмоции. Я желаю всем счастья. Это эмоции. А я желаю всем. Или. Я желаю всем счастья. Это сердце. У женщины сердце звенит, как колокольчик. А у мужчины такой, гробовой звук такой. Я желаю. У женщины. Я желаю всем счастья. А вот так. Я желаю. Ну-ка скажите. Я желаю всем счастья. Я желаю. Вот это горло. А теперь сердцем. Не бойтесь. Летки люди боятся сердцем, говорю. О, молодец. Все, горло не будет так болеть. Легче горло стало сразу. Да? Все. Если вы спите во время молитвы. Я желаю всем счастья. Это значит, что вы плохо слушаете звук. Если у вас эмоции переклинивают. Я желаю всем счастья. Это значит, что вы плохо отдаете людям. Все в себе копите. Понимаете? Для себя все. На вас все застанавливается. И вас уже там переклинивает. А я желаю всем счастья. Так к музыке двигаться. Значит, вы хотите наслаждаться. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Вот. Это наслаждение. Понимаете? Это тоже не побеждает судьбу. Надо, чтобы хотелось слушать. И больше ничего. Понятно? Любить. Любить означает. понять сначала человек, увидеть его. Когда человек молится, глубоко в сердце входит свое, он потом смотрит на человека, он видит его глубину. Не свое желание наслаждаться им, а глубину. И с этого момента он начинает глубоко понимать сначала человека, а потом, если он ему еще служит, тогда он начинает его любить. А сначала он просто балдеем от людей, это не любовь, это эксплуатация.